Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Ирина Шухаева. Мы продолжаем с вами говорить о творчестве Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, литературное наследие которого назвали хроникой русской общественной жизни второй половины XIX века. Мы с вами уже поговорили об образах помещиков, мы поговорили об образах градоначальников, мы поговорили о невероятно необычном мире сказок Салтыкова-Щедрина. И сегодня мы поговорим с вами об образе современных автору интеллигентов, что же это такое, каковы они были тогда, что резко осуждал Салтыков-Щедрин в своей саркастической, сатирической манере, что поддерживал, на что надеялся и каким образом настроения автора отразились в его произведениях. Итак, что же такое интеллигенция? Термин «интеллигенция» используется в функциональном и социальном значениях. В функциональном или изначальном смысле слово «интеллигенция» использовалось в латинском языке, указывая на широкий спектр мыслительной деятельности. В социальном значении слово «интеллигенция» стало использоваться с середины второй половины XIX века в отношении общественной группы людей, обладающей критическим способом мышления, высокой степенью рефлексии, способностью к систематизации знаний и опыта. В словаре Ожегова дается понятие интеллигенции уже как о группе людей умственного труда, которые обладают образованием, специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры. То есть это уже определенный общественный слой людей. По мнению дали интеллигенция, это разумная, образованная, умственно развитая часть жителей. Интересно то, что еще в 60-х годах XIX века стали происходить такие интересные явления в среде более близкой Салтыкова-Щедрину, которую он хорошо знал. Это когда образованные преимущественно сначала юноши, а потом уже и девушки из дворянских семей вдруг стали отказываться от традиционных сословных традиций, искать свой собственный жизненный путь. То есть шел такой, с одной стороны, болезненный разрыв поколений, как мы знаем из произведения современника Салтыкова-Щедрина Ивана Тургенева «Отцы и дети». С другой стороны, эти же оторвавшиеся дети от отцов и матерей искали свой собственный путь в жизни, искали варианты преобразования страны, искали связь с народом. И действительно, это была та самая лучшая часть людей в поисках какой-то жизненной правды и лучшей жизни, к которому понятие интеллигенция относилось таким со знаком плюс. Таких людей поддерживали. И мы знаем с вами много таких литературных героев, которые, может быть, были оторваны от жизни, но их мысли, их чувства, их побуждения были приятны очень многим прогрессивно настроенным, образованным людям того времени. Была и другая часть людей, которую стали называть народно-разночинской интеллигенцией, когда у людей в России, мы с вами помним, шло зарождение капитализма, и постепенно у людей стали накапливаться деньги на образование детей. Не у дворян, которым это было положено из поколения в поколение, а люди, прорвавшиеся своим трудом, стали вкладывать в образование детей. И, к сожалению, уже в те времена обнаружилась вот та тенденция образования так называемой золотой мажорной молодежи, которая использовала знания для того, чтобы в жизни приживаться, а ничего не делать, ничего не преобразовать и ничего не менять. И, естественно, со времен Салтыкова-Щедрина и до наших дней, и вообще со времен формирования любой власти, были люди, использующие ум, дар слова, умение красиво мыслить, красиво говорить, красиво писать, для обслуживания власт придержащих, чтобы как-то прокормиться. Вот вокруг всего этого и ходят герои Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, о чем мы сейчас с вами и поговорим. Итак, еще, обращая внимание на зарождающийся либерализм в стране, который сопровождал зарождение капитализма, буржуазии, когда все-таки мы говорим, что сход со сцены дворянских семейств показал Салтыков-Щедрин в своем романе «Господа Головлевы» чрезвычайно убедительно и пронзительно. И появились новые социальные течения, новые типы. И понимание писателя капиталистическое развитие страны было неотвратимо исторической закономерностью. Воспринимал он его отрицательно. И больше всего не принимал те разрушения, которые происходят в сфере общественных идеалов и морали, которые и при умирающем дворянском-то обществе не очень хорошо себя чувствовали. А с зарождением капитализма, по мнению Салтыкова-Щедрина, все стало совсем грустно. «Идет чумазый, почти с отчаянием восклицал Щедрин. Идет и на вопрос, что есть истина. Твердо и неукоснительно ответит. Распивочно и на вынос». И вот наряду с такими реалистическими портретами новых столпов общества, Дерунова, Колупаева, Разуваева, такие классические представители первого поколения российского капитализма, Щедрин показывает нарождающуюся буржуазную интеллигенцию, которая обслуживает этих людей. И наиболее здесь яркие образы – это литератор Подхалимов, адвокат Балалайкин, ученый полосатый. То есть они уже стали такими нарицательными понятиями. И сегодня часто можно услышать такие эпитеты к людям определенной профессии с четкой аллюзией на героев Салтыкова-Щедрина. Хотя сам он при этом писал, что не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. И в своем знаменитом сборнике очерков, про который получил название «Писем к тетеньке», он создает образ интеллигенции, такой, как всегда, иносказательный, сатирический, в образе такой смешной, старательно молодящейся дамочки, которая вроде бы духовно-то жива, потому что она постоянно чем-то интересуется, но реагирует она на все, чрезвычайно комично и не в попад. Однако в этом произведении Салтыков-Щедрин вот эту такую неразумную тетеньку, либеральную интеллигенцию оставляет не только в состоянии такого вот метущегося волнения, забавного скорее пока, но еще защищает ее от определенных нападок, тем самым исследователи потом скажут, что Салтыков-Щедрин все-таки в этом произведении еще очень сильно надеялся на интеллигенцию и на, возможно, ее активное участие в преобразовании страны в реформах, которые действительно необходимы, и которые без образованных людей, которые помнят, что такое стыд, совесть, честь, ум, образованные, имеют многие хорошие качества, которыми и сегодня мы наделяем людей, называя их интеллигентными, если договорились все-таки о смысле этого понятия. Спор давний, интересный, существует интеллигенция или не существует, так до сих пор никому определить точно не удалось. Самое, наверное, все-таки спорное, забавное, которое до сих пор не идет у меня из головы, это определение горького интеллигенции, что пузыри на лужах, есть лужа, есть дождь, есть пузырь, надулся и лопнул. Вот, кстати, вот эта вот сопровождающая роль лопающихся пузырей, очень четко показана в сатирических произведениях Салтыкова-Щедрина. Вот посмотрите фрагмент разговора литератора Подхалимова. Подхалимов наскоро записывает, «Отечество любит и даже находит заслуживающим снисхождение, но, впрочем, готов поступить по всей строгости законов». Встает «Ваше сиятельство, не смею больше утруждать вас». Хотя вопросы так и теснятся в голове, но вижу, что ваше сиятельство, уже изволите испытывать потребность в иных развлечениях, становится в позитуру. Ваше сиятельство, позвольте вам доложить, «Никогда не проводил я времени так приятно и не выносил таких для себя поучений, как в течение сегодняшнего нашего собеседования». И мне кажется, если бы я мог следовать только влечению моего сердца, хочет сделать что-то нехорошее, но только в бессилии машет руками. И интересный такой идет монолог. «Ваше сиятельство, позвольте во всяком случае надеяться, что эта беседа не будет последнюю». Это из цикла очерков «За рубежом», не более нашумевших, чем «Письма к тетеньке». И интересно, что даже персонаж, с которым беседует вот этот такой сводный литератор Подхалимов, тот ему практически ничего не говорит. И вот параллельно, как в начале цитаты вы видели, Салтыков-Щедрин дает пояснение возможных мыслей, как в голове литератор пишет, как он может переименовать то, что он не услышал, или ту ерунду, которую он услышал. Его собеседник в конце концов говорит, «Ну что, Подхалимов, водки?» Тот пробует сделать хорошую мину при плохой игре. Ну, кончается все традиционным поведением для не весьма успешного литератора, который как раз и занят обслуживанием очередного столпа общества, возле которого можно выпить, поесть и про которого можно что-нибудь написать. Наиболее яркими образы насмешливые и где-то пронзительные пророческие образы интеллигентов дает Салтыков-Щедрин, конечно же, в своих сказках. И наиболее известное будет, да, это Карась-Идеалист, где спорит, Карась-Идеалист спорит с колючим ершом. Кстати, при жизни современники так называли Салтыкова-Щедрина и Николая Некрасова, которые постоянно друг с другом спорили, но, тем не менее, вместе много лет делали прекрасные журналы, определяющие вектор литературного развития того периода. Итак, Карась с ершом, как вы знаете, спорил. Карась говорил, что можно всего на свете одну правду прожить. А ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтобы не слукавить. Карась в негодовании восклицал, но ведь это подлость. Первым всегда задирался Карась. «Не верю», — говорил он, — «чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье — это не праздная фантазия мечтательных умов, а рано или поздно сделается общим достоянием». «Дожидайся», — иронизировал еж. «И дождусь», — отзывался Карась, «не я один дождусь, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности. Но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины ее породившие нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — свершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет, вот уже увидишь». А Йоршу, он все время такой напоминает будущий сводный образ интеллигенции из финального романа Горького «Жизнь Клима Самгина», когда они все говорят «А мы и вам говорили!» Напомню вам, что Горький очень высоко оценил творчество Салтыкова-Щедрина. «Ершу было досадно, жалко карася, хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душам поговорить можно. Не разболтает он, не предаст. В ком нынче качества ты эти сыщешь? Слабое нынче время. Такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот платва. Хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все того гляди, не понимая, чьи сболтнет. А об головлях, язях, линях и прочей челяди говорить нечего. За червяка присягу под колоколами принять готовы. Бедный карась, не за грош он между ними пропадет». Вообще надо сказать, что вот в образе Ерша очень хорошо показывает Салтыков-Щедрин вот тот противовес такой воодушевленный, разумной части общества, которая бежит за прогрессом, что-то сравнивает, примеряет, во что-то верит. Вот это такое вот умственное созерцание. Мы где тоже знаем, мы где тоже читали, но предъявить вам никакого положительного опыта нельзя. И вот такое отношение снисходительное, как вот развлекает своими знаниями. Ну, уже я посмотрю, как они тебя съедят, как тебя щука съест или еще что-нибудь с тобой случится. В очень назидательных диалогах показаны взаимодействия и между интеллигенцией тоже. Ведь Салтыков-Щедрин жил и писал в то время, когда в России очень активно продолжался спор между западниками и слованофилами, по какому пути развития пойдет Россия. И все восторженное встречало на своем пути такую очень-очень колючую критику. Из-за этого ссорились писатели и иногда не совсем адекватно оценивали творчество друг друга, ставив во главу угла какие-то сиюминутные разборки. Так, например, ссорились Салтыков-Щедрин и Достоевский. Карась рыба смирная и к идеализму склонная. Недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводи, где потише или пруда, зарывшись в выл, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Вот, собственно говоря, определенная характеристика интеллигента, да, лежит, мелочью какой-то питается, однако там думает, думает и, глядишь, надумает что-нибудь вольное. Очень ярко показаны отношения такие вот в противоречиях между разными слоями интеллигенции. В веселом таком диспуте мальчика в штанах и мальчика без штанов такое противопоставление России и Запада. И, отражая настроение русской общественности, Салтыков Щедрин провозглашал, что как ни тяжело в настоящее время мальчику без штанов, но все-таки он еще не испорчен буржуазностью так сильно, как испорчена буржуазностью западная интеллигенция. Вот этой видимостью комфорта и благополучия все-таки душа в нем свободна, и поэтому больше шансов, что аккуратный мальчик в штанах все-таки рассчитаться со своими врагами не сможет, а вот аккуратный мальчик без штанов, тот вполне, в общем, может с этим справиться. То есть, мимо Салтыкова-Щедрина в его произведениях не проходило ни одно явление общественной жизни, которое происходило в России. В том числе, сравнение России с Западом, блестящий цикл его очерков за рубежом, косвенно письма к тетеньке, современная идиллия, вот это все, вот эти произведения показывают и зарождение интеллигенции, и разные настроения мыслящего общества уже вне дворянского слоя и вне чиновничьего аппарата. Жизнь улицы, жизнь людей, которые там живут, и то, как они думают, и на что это сегодня похоже, все можно в этих произведениях найти. «Лет через 12 я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не как тягловый работник, а как эксперт от науки». Это в романе «Пашихонская старина» активно живет такой вот как раз персонаж, как ученый Полосатов, который на самом деле ничего общего с наукой не имеет, он старается приспособиться, и вот в финале произведения автор узнает о том, что ученому Полосатому тоже все удалось, как, впрочем, и адвокату Балалайкину, и литератору Подхалимову, и многим другим персонажам, которые, может быть, и не стали такими нарицательными, но довольно-таки ярко отражают общие негативные черты людей, которые способность человека думать, анализировать, усваивать знания используют не для жизни, а для того, чтобы к ней получше как-то приспособиться. Еще одна блистательная сказка «Орел-меценат», которая показывает, как Салтыков-Щедрин видел своих современников литературных и, как сказать, интеллигенция в чистом виде от литературы и от искусства, не научно-техническая, а такая, какая, как бы изначально это задумывалось. Как вы помните, «Орел-меценат» заскучал, решил жить так, как жили помещики, набрал он себе дворню, и вроде бы все хорошо, но тут обнаружилось, что нет науки и искусства, и тогда нужно этот пробел было как-то восполнить. Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидными – снегирь, дятел и соловей. Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем, и, научившись ставить знаки припинания, начал издавать без предварительной цензуры газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То, чего-нибудь коснется, он касаться нельзя. То, чего-нибудь не коснется, он касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку. Тук да тук. Вот он и пошел в дворню к орлу. Следующий персонаж – дятел. Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся. Многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет. Но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований. Родословная Лешева, была ли замужем баба Яга, каким полом надлежит ведьм, в ревистские сказки заносить и прочее. Но сколько не долбил, издателя для своих книжец найти не мог. Поэтому он и надумал. Пойду к орлу в дворовые историографы, а вось либо он вороньем иждивением исследования мои отпечатает. И третий персонаж – это Соловей. Что касается досоловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искренне так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был страдострастен и славолюбив, выше всякой меры. Мало было ему вольной песни по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонии звуков напаять, думалось. Орел ему на шею, а жерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет ему тайные свидания при луне назначать. Ну, еще, как говорится, попробуйте сказать, что соловьи, снегири и дятлы перевелись сегодня среди интеллигенции от искусства, или, как дятел ученый, от науки. То есть, то же самое, что тогда высмеивал Салтыков-Щедрин, оно осталось актуальным и сегодня, поскольку первыми оценщиками его творчества были люди, как минимум, образованные, сложно сказать, интеллигентные или нет, но образованные мыслящие точно слишком много узнавали себя, слишком часто писали критики-современники о том, что ну, невозможно не найти вот что-либо больно отзывающееся в своем собственном образе в произведениях Салтыкова-Щедрина. Отсюда, наверное, такая в большей степени негативная оценка его творчества многими современниками. Ему отказывали и в художественности, и в психологизме. Под конец ему даже стали отказывать в том, что он сатирик, и стали говорить, что он всего лишь фильм, даже не фильетонист, а вообще отвратительный карикатурист, и все его произведения, будь они фантасмагоричные, сказочные, или вроде бы реалистичные, все это ужасные карикатуры на саму жизнь, ничего в этом найти нельзя. Ну, опять же, если мы говорим о том, что отличительной чертой интеллигентности, интеллигентного человека это способность мыслить и анализировать, то как раз можно сказать, что все свои произведения Салтыков-Щедрин написал об интеллигентах и для них, потому что у него умеют думать даже стулья. И мне жаль Салтыкова, писал Антон Павлович Чехов сразу после его кончины, это была крепкая, сильная голова, тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков. И вот это его действительно отличительная черта, он сам говорил о себе, я литератор действующий, я умру на поле битвы. Почему так часто говорили о нем положительно современные ему светила медицина, называя его безошибочным, блистательным диагностом всех общественных зол? Потому что собираясь что-то вылечить, нужно очень точно поставить диагноз, даже если при этом приходится проводить какие-то мучительные процедуры. Без этого нельзя, без этого невозможно увидеть срези, вот всю ту картину пакости, которая, к сожалению, есть и в тех людях, которые называли, называют и будут называть себя интеллигентами, пользуясь достаточной эрудицией, начитанностью, знанием или списком образований. Салтыков-щедрин умел смотреть внутрь любых людей, будь то крестьяне, будь то помещики, будь то чиновники, будь то городские жители и будь то интеллигенты. поэтому в его произведениях можно найти очень много интересных образов, которые перекликаются с сегодняшней жизнью и с нашим с вами окружением. На этом наша сегодняшняя программа закончена. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok